Добрый день, уважаемые пациенты. Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог Уролог. Сегодня мы поговорим о болезнях простаты. Вообще все болезни простаты, наиболее часто из них, встречаются следующие. Во-первых, это, конечно, простатит, острые хронические, то есть воспаление пристательной железы. Во-вторых, это аденома или опухоль, которая связана с разрастанием ткани пристательной железы, как правило, в возрасте после 40 лет. Это рак или опухоль злокачественной пристательной железы. Это камни в пристательной железе. Это абсцессы или гной в простате непосредственно. Это туберкулез и другие более редкие заболевания пристательной железы. Какие выделяют вообще причины заболевания пристательной железы? Во-первых, это инфекционные причины. Первое, это инфекции, передаваемые половым путем. Наиболее частый пусковой фактор заболевания пристательной железы. Во-вторых, неспецифические бактериальные инфекции – стафилококки, стрептококки, кишечная палочка – могут выступать в роли пускового механизма также хронические очаги, не в простате, а в других органах бактериальных инфекций, например, кариес, эстоматит, фарингит, может по крови бактерия достигать пристательной железы, оседать и начинать воспаление, часто воспаление кишечника, также имеют последствия воспаления пристательной железы. Неинфекционные причины также имеют достаточно широкое влияние – это постоянное ношение тесного белья, которое сдавливает мочеполовые органы, длительное нахождение в сидячем положении, застойные явления в малом тазу, малоподвижный образ жизни, нерегулярная, редкая или наоборот слишком активная половая жизнь, нарушение гормональной регуляции. Это, соответственно, наследственные факторы. Вот такие, в основном, инфекционные и неинфекционные факторы, которые способствуют возникновению заболеваний пристательной железы. Какие симптомы обычно при болезнях простаты проявляются, как правило? Длительное время заболевания простаты могут течь бессимптомно. Это связано с тем, что в самой простате нет рецепторов боли. Они есть только в окружающей капсуле. Поэтому, когда простаты уже перерастянута, только тогда мы начинаем чувствовать первые симптомы. Как правило, это боль за лобком. Это боль в области прямой кишки, паховой области, отдающая часто в яички, в бедра, в кожу бедер. Это различные болезненные дефекации, выделение к слизи при дефекации. Это недержание или, наоборот, задержка мочи. Это патологические выделения из полового члена. Нарушение половой функции. Это часто преждевременные экуляции или семяизвержения. Это падение члена во время секса. Ну и, наконец, это бесплодие. Диагностика заболеваний пристательной железы включает в себя следующее. Осмотр уролога. Польцевое исследование пристательной железы или массаж простаты. Это исследование мочи, это исследование секрета простаты. Это исследование мозг из уретры на половые инфекции. Это оценка спермограммы. Оценка простатспецифического гормона в крови или простатспецифического антигена или ПСА. Это биопсия простаты. Ну и различные рентгенологические методики, такие как УЗИ, такие как рентгенограмма, такие как МРТ, КТ, также широко используются в диагностике болезни предстательной железы. Что касается профилактики болезни простаты, это, соответственно, ведение здорового активного образа жизни, это регулярная половая жизнь, это предохранение от половых инфекций либо постоянным партнером, либо с помощью презерватива, это отсутствие ношения очень тесного синтетического белья, и, наконец, это, соответственно, регулярные профилактические осмотры у уролога, это проверка на половые инфекции. При любых признаках болезни простаты обращайтесь к урологам нашего медицинского центра Платный КВД. У нас имеется возможность, во-первых, полного обследования, во-вторых, безболезненного забора мазка и суретры у мужчин. Также при наличии каких-либо симптомов заболевания, либо признаков заболеваний простаты по анализам и исследованиям, наши урологи сразу назначают правильное лечение, что позволяет прекратить течение заболевания и не развиваться осложнением заболеваний простаты. Поэтому при любых болезнях предстательной железы ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok